всем привет скажи привет 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 друзья мои сегодня сегодня день базара подожжем праса 7 лир килограмм праса испанак 8 лир килограмм лимон три с половиной помидоры доматес доматес 15 лир 15 лир 15 лир он для меня купил 6 лир килограмм похоже на черри говорит смеется говорит прекрасная погода 5 лир килограмм нет и город мандарин 5 лир короче друзья моя погода сегодня самая зимняя приземлил 5 лир 5 лир 1 кило 5 лир 1 кило ашка маяки кило дом сон 5 лир картошка 5 лир 5 лир 5 лир 5 лир 5 лир 5 лир килограмм 6 лир 5 лир 3 лир 5 лир 7 лир 1 кило 5 лир 1 килоä 1 кило дому Аферин. Какая цена? Какая цена? 50 лирей прошло. 50 лирас? 50 лирас? Сейчас говорит, я посмотрю сколько денег осталось. Ни осталось? 15 лир. Это не значит, понимаете? 85 лир. 85 лир. 85 лир. 85 лир. Это все. Молодец, Аферинцы. Будем есть праса. Испанак хорошо. Я люблю. Видите, цветная капуста сегодня дорого. Ну, что сейчас Светлана съест один? Бананы. Знаете, что я ему сегодня, думаю, приготовила? Вытащила. Тут у меня печень еще есть. Вытащила ему фарш. С луком помешала. И вот не знаю, что приготовить. Не знаю. Потому что он котлеты не хочет. Думала сначала сделать беляши, как эти, чебуреки. Но с ними же возиться надо. И вот я стою на распутье. Может, как-то соусом ему. Вот сейчас прошу, посоветуюсь. Потом покажу вам, что же я приготовила. Какая ужасная сегодня погода. Собаку на улицу не выгонишь. Смотрите, речка наполнилась, да. Все сидят. Не высовываются даже. Ух. Холодно. Цветочки мои не замерзли. Нашка сидит там. Пошла я готовить кушать. Не знаю, девочки, что мне приготовить и мальчики. Мальчики, наверное, не интересно будет смотреть. Да и так, мои подписчики объявили мне бойкот. Тут под последним видео я почитала сообщение. Даже не хотела портить себе настроение. Стало как-то не по себе. Не нравятся вам мои видео. Не интересны стали. То есть, Светлана, все кто, то еще что-то. Вы знаете, что я даже не знаю, что вам ответить. Это ваше право смотреть меня и не смотреть. У меня что есть, то я и показываю. Вам не нравится, что жизнь моя меняется. Что я вышла в мир и стала по-другому проводить время. У меня появилось любимое хобби. Кто-то говорит, что это секта. Ну говорите, да. У каждого свое мнение. Я не спорю и не хочу даже спорить с вами. Но даже одна подписчица и ответила. Да, вы можете сказать, уходите. Вот именно. Не нравится, не смотрите, если вас раздражаю. Ну, интересные, не интересные, это тоже ваше мнение. Да, конечно, мы со временем теряем интерес к любому человеку. Так что, на ваше право, я вообще не обижаюсь. Все, буду я готовить, кушать. Потом, может, еще поговорю с вами. Какую красивую еду я приготовила. Все-таки я решила сделать соус с фрикадельками. Приготовила также булгур, плов, салатик. Приятного аппетита, мой дорогой. Как он любит, обрадовался. Я Светлана Ата, турецкий блогер из города Мерсин. В блоге я рассказываю о своей новой жизни в браке с турецким мужчиной после 45. Показываю плюсы и минусы Мерсина, свой быт, путешествия, развлечения, недвижимость, занятия йогой и рисования нейрографики. Провожу бесплатно консультации на любые темы и отвечу с удовольствием на ваши вопросы. В сториз моя каждодневная жизнь красивая и счастливая. Добро пожаловать на мой канал. От меня вам стопроцентная польза, позитив и хорошее настроение. А также появится уверенность и любовь к себе. С любовью, ваша Светлана. Всем привет, друзья мои. И вот снова я, Светлана Ата. Возвращаюсь после очередной окраски и стрижки. Покажу вам. Решила подстричься и немножко покороче сзади на затылочке. Бобкаре, можно сказать, называется. Что я могу рассказать вам? Погода была с утра дождливая. А сейчас вот я с зонтиком, который мне и не понадобился, потому что, видите, солнышко какое. Нахожусь я в Тедже. Так здесь тихо. Вот мне многие спрашивают, какой район для проживания лучше всего. Если вы активный человек и не можете без такой городской суеты, когда вот транспорт, шум, дорога, то вам более такие районы подойдут, как Мезетли, Янишихир, Сулицентр, где находится. А если вы в пенсионном возрасте устали от своей жизни, такой суетной, и хотите отдохнуть, вот это самое место. Посмотрите. Никого нету днем здесь. Ни одной души. Вот такой район. Сейчас покажу вам, переверну камеру. Кругом сады, сады и сады. Может, здесь через пять лет движуха будет, но не сейчас. Новостройки хорошие, дома хорошие, но так пустынно. Тут, мне кажется, еще и собаке страшно вечером ходить. Вот собака с хозяйкой идет, слава богу. Вот такой район Тэджи. Ну, а это район Мезетли. Вот это вот мне нравится. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Вот это мое. Света шум. Друзья мои, пойду я сейчас хлеб куплю. И Ашка меня ждёт уже. Вот выйдешь, люблю, когда выйдешь, и всё рядом. И сладости, и фрукты, и шок, и машина. Всё вокруг рядом, друзья мои. Это моя стихия. Спонсор моего канала – онлайн-платформа ГИГОС. Всем привет! И снова с вами я, Светлана Та. Мне нужен был какой-то перерыв. И о чём бы я хотела с вами поговорить. Да, у меня было такое видео. Извините, если я была груба, но просто вы, некоторые из вас, меня вывели. И я, живой человек, должна же иметь свою точку зрения. Да, мне долго не было. И сейчас я хочу показать вам, что почём купили мы сегодня на базаре. Вернее, Ашкем что купил. Как вы знаете, завтра у меня день рождения. Ко мне придут в гости. И мы решили идти дома, потому что девочки мои не захотели идти в ресторан. Ну, вот и приступим сейчас к покупкам. Что купила Ашкем? Цены я не знаю. Напишу я сразу под каждым продуктом, под каждым фруктом, овощем и так далее. Ну что, мои дорогие, вот такой Мару купил Ашкем. Перец красный и зелёный. Так как я буду делать лохмаджун. 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 Зеленушку купила. Петрушку. Помидоры черри. Петрушку купила Ашкем буду кубиться для жарить. Не буду ничего такое готовить, сделаю просто. Потому что мой муж хотел, чтобы я вообще полностью отдохнула от дня рождения. Ничем не занималась. Всё-таки 50 лет раз в году. Раз в жизни. Это уже полтенник я прожила. Боже мой. Ой, создам один раз видео, когда сейчас немножко по бизнесу освобожусь. Но ещё не скоро, наверное. Когда будет у меня время и желание, такое видео создам. Что изменилось у меня за 5 лет моего брака. Интересная, да, тема? Как поменялось? Ну, сами вы видите, что и я сама поменялась. Смотрю на эти фотографии свои. Не вздали с рекламы. Португал. Апельсинки купил мой муж. Так, сыр он купил. Сыр купил для Ашмы. Ачапури я не буду делать. Вот, купил он такие вот. Ушку, юшку, юшку. Буду печь Ашму. Всё делаю такое, чтобы очень всё быстро. Долго и много не мучиться. Мандаринки купил. Яблочки. Вот вожусь целый день сегодня уборкой занимаюсь. Так тёпленько стало у нас. Аж настроение у нас поднялось. Всё подкрывала, балконы перемыла. Вот сейчас только закрыла в зале двери. И всё. Бананчики. Так. Огурчики. Огурцы по 30 лир, наверное. Поэтому мой муж купил пол, несколько штук. Такое даже и не верится. Ну и всё, мои дорогие. Больше ничего здесь нету. Вот такие покупки. Как вам мой новый причесон. Надо его укладывать. А то сегодня после сна такая у меня голова. Как мои реснички. Эту помаду подарила мне Катюша. Очень довольна. Спасибо, Катюшка. Ну вот так же он сделал вот такие покупки. Рис купил. Дрожжи. И такие дрожжи. Масло. Кофе. Это кофе. Орешки. Уксус я попросила, чтобы он купил для... Для чего? Расскажу для чего. Для зелени. Замачивания. Кофе купил. Муку купил. Вот и что-то тут такое купил. Лукум, наверное. Лукум. Вот одна курица, а вот вторая курица. Буду жарить завтра куры. И делать лохмаджун. Ачмо. Салат. Больше ничего не буду делать. Вот такое. Вот такие у нас закупочки. Сейчас он пошел заказывать мне тортик. Ну, если девчонки разрешат, покажу я вам. Как мы веселимся, как мы кайфуем. Как мы развлекаемся. Так, мои дорогие. Позвонила мужу. Он еще долго не придет. А мне нужно все это убирать. В общем, вот это вот все базар обошелся 110 лир. Потому что огурцы по 30, наверное, лир. Что-то дорого, да? Ну, вот, вроде бы ничего, да. А столько, а столько потратился. Ну, и зелени здесь не хватает. Вот, сыр, уфка и вот это все 110 лир. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.